всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео я хотел бы поговорить о том как экспортировать аудио из мультиканальных меди инструментов я сегодня покажу это на примере встроенного драме в лоджик у него есть также мультиканальный режим у меня здесь он уже включен есть обычный просто рисунок базовый стандартный идет и вот допустим мне нужно это перевести в аудио но так чтобы я мог поканально потом сводить эту барабан установку так как будто она была записана живым барабанщиком на реальной студии это часто мне лично моей практике бывает нужно потому что с миди иногда не очень удобно работать когда в проекты перегруженные я всегда все стараюсь переводить в аудио во первых есть еще дополнительно такая положительная польза от этого что вы точно знаете что вы закончили аранжировку то есть поставили на ней точку и перешли в проект уже сведения где у вас все в аудио но это такие мои личные градации но я вам также рекомендую попробовать это очень хорошо организовывает но сейчас не об этом вернемся именно к тому как уже экспортировать мультиканальные такие инструменты это относится не только к драмеру это относится к любым мультиканальным инструментом это может быть easy drummer если это барабаны это может быть даже контакт в котором можно там 8 инструментов одновременно загружать амнисферы всякие ну то есть все инструменты которые поддерживают мультиканальный режим то есть когда у нас один непосредственно плагин выводит сразу на несколько разных дорожек разные звуки вот здесь у меня соответственно вот в таком режиме у меня вот здесь вы выводится все на своей дорожке то есть у меня overheads выводит столько звучанию тарелок и общий барабан установки здесь отдельно микрофоны бочки здесь отдельный микрофон рабочего барабана ну и так далее и соответственно здесь еще есть дополнительные шины которые шли вместе с этим готовым пресетом то есть я выбрал рок ретро рок плюс здесь в закладке producer kids retro плюс и он автоматически этот пресет автоматически загрузил мне эти дополнительные шины на которых есть параллельная обработка уже сделанная разработчиками logic заранее чтобы вот это звучание барабан установки было вот то как они хотели скажем так вы можете сами решать экспортировать эти дорожки или нет я как правило этого не делаю то есть даже если мне нравится звучание этих шин то есть обработки вот на этих шинах я потом просто аудио полученная перенаправляю на эти шины вот либо удаляю все полностью и делаете шины самостоятельно уже под свой на свой вкус то есть не пользуюсь пресетами но это моя практика вы можете делать по-своему но я просто порекомендую выводить именно исходные дорожки то есть вот здесь у нас эти все дорожки верхние это именно исходные вот до hand clips то есть опять же если вас hand clips используется в вашем лупе можно вывести бывает что вы не уверены где-то используется не используется потому что бывает партии длинные песня большая где-то может быть в каком-то конкретном отдельном моменте в драме вы включили например какой-нибудь тамбурин если вы не вы видите вы просто потеряете поэтому я всегда рекомендую вывести дорожки полностью а потом уже если что-то пустое то от этого избавиться давайте сейчас посмотрим на практике о чем идет речь я выведу сейчас только вот эти дорожки непосредственно самих инструментов я не буду выводить шину но если вы захотите их вывести то можно и шины вывести то есть шины звуки шин также будут переведены в аудио сейчас на эти шины идут некоторые посылы всем откроем микшер вот здесь мы увидим что вот с некоторых отдельных барабанных элементов идут посылы на вот эти вот дополнительные шины которые здесь у нас вот представлены например кик два микрофона здесь объединяются также через уже не посыл а через выходы на подгруппу бочки и рабочего барабана то есть с ней руки их можно принципе тоже вывести то есть это как такая правильная обработка но как я уже говорил я все-таки сторонник делать все это самостоятельно под свои нужды под тот трек с которыми я работаю поэтому вот эту скажем так пресетную составляющую в первую очередь я не затрагиваю то есть я никогда не увожу эти партия ними как правило эти дорожки они как правил мне не нужны я всегда потом работаю заново уже с чисто вот этими исходниками так вот как делаем я обычно ставлю цикл то есть можно поставить запасом на всякий случай что накид хвосты от тарел последних остались то есть я делаю цикл можно побольше сделать два такта думать здесь достаточно будет и просто выделяю шифтом выделяю все нужными дорожки и нажимаю сочетание команд и либо можно еще на нажать экспорт 15 трекса audi files вот команд я то есть то же самое но выберу например создам какую папку зову и один неважно теперь вот настройки давайте об этом поговорим тут мне по умолчанию стоит экспорт цикла раньше он ли потому что мы выделили область циклом и logic сразу понимает что нам нужны минут эту область цикла и вывести в но формат я вы всегда работаю биды в 24 бита потому что проект logic в 24 бита я так и оставляю и вот здесь очень важный важный пункт multi output software инструмент я всегда выбираю one file per channel strip честно скажу с при работе с drummer разницы выберите вы one file per channel strip или one file per track разница особо нет то есть он выводит либо каждый файл по channel strip у это вот именно эти настройки каналов либо трек но этот по сути то же самое то есть тоже трек но некоторые есть треки инструменты точнее сторонние особенно там и задрами где бывало что не очень грамотно все вводилось вот в режиме он файл пил перчик поэтому я всегда стараюсь он файл пирт чем с 3 поводить если вы видите вы видите one file per инструмент у вас просто выведется общее звучание всего инструмента в этих дорожках то есть например в оверхедах будет звучать также и кики вот эти все с нейры хайхеты то есть у вас уже отдельных элементов не получится поэтому я лично всегда рекомендую вставить вот эту настройку one file per channel strip и во всех возможных сценариях это будет работать так как нужно далее я ставлю сюда галочку by ps effect plugins потому что я как правило предпочитаю все сводить с нуля с чистого листа но если вам нравятся те настройки которые уже установлены здесь на вот этих элементах отдельных то есть эквализация компрессия какие-то еще эффекты вы можете эту галочку не ставить и у вас тогда эффект этих плагинов запишется в аудио файл то есть уже вам эти плагины не понадобится что они будут записаны получившийся файл я поставлю галочку include volume pen automation то же самое то есть если вы здесь выставили какие-то панорамы громкости и и вы хотите сохранить эту относительную относительно этот баланс между элементами вы можете поставить вот здесь галочку include volume pen automation я всегда и убираю потому что я хочу получить исходный звук то есть из звук исходной громкости каждого элемента без ну как бы без расчета моих этих вот настроек что я здесь на 2 децибел поднял там что-то опустил то есть то как есть чтобы она прям вывелась то есть как вот максимально такие студийные условия меня это всегда мне это как бы больше руки развязывать но опять же я вам просто дает варианты а вы уже сами выбирайте то что вам подходит под ваши нужды нормализацию я всегда выключаю потому что как правило ну никаких перегрузок здесь быть не должно а если они есть то лучше их устранить еще до экспорта то есть либо в инструменте сделать выход потише там настроить до либо гейн сделал потише в инструменту то есть надо смотреть до зависимости от каждого инструмента пара по разному но ни в коем случае чтобы не было никаких перегрузок вот поэтому я нормализацию всегда выключая она не нужна ну и собственно все здесь вы просто выбираем и имя как у нас будет формат имени но вот такой самый нормальный в принципе формат то есть номер трека и имя трека нажимаем экспорт и у нас здесь появилась папка и вот так это выглядит то есть вот в аудио файлы у меня вывелся вывелась моя это барабан установка давайте я сейчас все это импортируем обратно в проект создать новые треки и посмотрим как это выглядит сейчас я включу на этом соло то есть мы видим что у нас все треки вывелись по канально то есть мы можем послушать вот например у меня здесь нету то о чем я говорил нету здесь hand claps вообще в этом регионе поэтому я просто могу я вижу что у меня здесь ничего нет на всякий случай можно включить отображение максимальной волны чтобы не пропустить хит тихие элементы я вижу что hand claps не абсолютно пустой канал я его просто удаляю то же самое касается room а и касается шейкера то же самое касается тамбурина то есть это удаляю и даже low том тут здесь тоже нету вот и у меня остается вот такая барабанной установкой с исходным звучанием то есть у меня можем здесь расставить это по порядку идет бочка потом два микрофона с нейра потом идут том и overhead лик и room вот и все есть мы с этим уже можем работать то есть мы берем просто микшер сейчас я это закрою чтобы не отвлекала миди партия нас и здесь можно уже все это дело делать баланс делать панораму и сводить как полноценную такую можно сказать барабанную установку записанную на студии ну я думаю что идея понятна если вы никогда не пользовались этой функции советую воспользоваться очень удобно и действительно облегчает работу я всегда вот перед тем как начать сводить трек даже полностью сделаны в лоджике то есть без какой-то там сторонней записи я всегда все-таки стараюсь переводить в аудио и в максимально таких вот студийных условиях то есть барабан у меня ни одной дорожкой идут а вот такими отдельными чтобы потом не имел возможность все это грамотно свести обработать также это решает проблему очень часто вот этой как я говорю пресетовости звучание потому что многие пользуются стандартными каким-то установками logic и порой бывает в интернете натыкаешься на какую-то аудиозапись включаешь и с первого удара понимаешь что это такой-то пресет такая-то барабан установка лоджики такой-то барабанчик то есть чтобы этого не было вот даже такой метод просто все вывести исходники звучания барабанов без вот этих всех предустановок которые здесь есть со всеми этими плагинами посылами и сделать это самостоятельно то есть самостоятельно компрессию эквализацию какую-то правильную обработку вы уже уйдете от вот этого пресетного звучания и сделайте звучанием барабанов но в данном случае максимально уникальным под вашу конкретную композицию ну чтож в этом видео мы все рассмотрели увидимся с вами следующих уроках всем успехов с вами был дмитрий русул всем пока а